Так, ну что, всем привет, ребят! Сегодня я записываю видос по поводу лаунчпада LATSO FANTOKEN. Я думаю, многие уже видели данный анонс. И, соответственно, осталось у нас 2 дня. Но на момент записи ролика у нас 2 дня 22 часа. Сейчас уже, наверное, меньше после выхода видоса, так как он выходит на следующий день. До этого у нас были разные лаунчпады по поводу AIMBOX и остальных фантокенов, которые у нас имелись. Вот, здесь у нас был и BARTOKEN, я думаю, Барселона, да, многие видели. Также у нас был фантокен Милана, да, и, соответственно, остальных других монеток. Вот, поэтому кто заработал на них, кто, кстати, участвовал с нами в закрытом клубе в лаунчпаде бета и заработали там, я заработал. Ну, лично я вложил часть BNB, я вложил 4 BNB-шки, по-моему, или 4,5, и заработал где-то то ли 100, то ли 130 долларов, что-то такое. Ну, то есть на халяву получил деньги, я скинул ее, да и все. Отличный проект, на котором можно делать большие деньги, это meri.th.io. В этом проекте работает топовая команда по трейдингу, что показывает одни из лучших результатов на рынке крипты. В день на этом проекте можно делать стабильно от 1 до 12% ежедневной прибыли с возможностью в любой момент вывести весь свой вклад с дивидендами. Я лично вложил в данный проект 7000 долларов, так как знаком с администрацией проекта и это надежные люди. Вывод дивидендов и личного вклада работает замечательно, сейчас получаю по 6% прибыли ежедневно. Могу с уверенностью заявить, что проект надежный, быстро обрабатывает выводы и дает людям хорошую возможность заработать. Ссылка на проект в описании под роликом. По поводу LATSO токена, вам нужно холдить BNB в течение периода с 14-го числа. Опять же, я не знаю, если честно, точно, как это все происходит, но по поводу деталей можете почитать тут по ссылке в описании. Вот, ну я так понимаю, с 14-го числа, то есть кто холдил BNB-шки у нас, то есть если вы с 14-го числа холдите по 21-го, 21-го числа, напоминаю, у нас будет этот лаунчпад и не забудьте вкинуть свои BNB, он будет с утра и обычно проводится, ну я не знаю, тут как по времени, в общем, по идее он там где-то с 10-ти утра проводится до 2-х часов дня, плюс-минус. Ну там до 2-х, до 3-х часов дня, там время плюс-минус час, разница, вот, поэтому в прошлый раз так и было и в этот раз то же самое, вот, поэтому там период подписки, вы подписывайтесь, здесь будет кнопка у вас положить BNB, в общем, вот, ну и соответственно вам надо либо закупить BNB, либо, соответственно, я не помню какая тут кнопка, короче, здесь вместо Login Now будет положить BNB, ну на английском, либо на русском, ну в общем разберетесь, я думаю, вот. И соответственно BNB-шки ваши не пропадают, то есть они замораживаются на время данного лаунчпада, то есть у вас там буквально они проводят расчеты и буквально там где-то за несколько часов, ну 4-5 часов максимум там вам возвращаются на счет ваше количество BNB, которое вы положили на этот лаунчпад, вы указываете, но минимум, минимум здесь 0,1 BNB участия, то есть 0,1 BNB. Вот, один лаунчпад токен у нас будет стоить 1 доллар, ну и соответственно токенов предлагается у нас, я так понимаю, 4 миллиона. Вот, и соответственно после того, как токены будут распределены, у нас уже, видите, сейчас calculation period, видите, с 13.00, то есть с часу до 2, ну и получается subscription, да, с 9, не с 10, с 9 часов, то есть с 9 до 14.00, то есть 5 часов. Потом у вас возвращаются ваши BNB, то есть они не пропадают, они не пропадают, они не списываются, вам возвращается BNB и даются халявные токены. Вот, вы можете либо их сразу продать, зайти во вкладку trade, да, и соответственно они появятся как токены beta, то есть можете как к битку продать, так и к USD. Я лично продал к биткоину на тот момент, ну и биток у нас в цене начал расти, ну как вы видите уже 63 тысячи долларов практически, ну идем на 20 тысяч, как говорили скептики. Вот, поэтому я не вижу смысла дальше жевать сопли, поэтому я думаю, кто захочет, прочитает отдельно. Самое главное, что вы должны запомнить, это то, что минимум участия 0,1 BNB, ну то есть вам как минимум нужно вот это количество BNB было приобрести, и нужно холдить на спотовом кошельке, на спотовом кошельке ваши BNB и не трогать их, то есть чтобы они никуда не утекали, то есть потому что будут делать, ну как снэпшот делали, помните, с XRP, когда хотели раздать токены, как они там, flare назывались или как, я не помню уже, короче, вы поняли. Да, это у нас монета Spark, я вспомнил, Spark, вот, поэтому самое главное вам держать до 21 числа, поучаствовать, в 9 утра начинается участие, и в течение определенного периода вам нужно успеть до вот этого calculation периода положить свои BNB, минимум 0,1, напоминаю, BNB, и, соответственно, потом с часу до двух у нас calculation, ну и после двух вы получаете назад свои BNB на спотовый кошелек и получаете токены, LATSO токены. Кто хочет, можно со старту продать, кто хочет, можно подержать, но если вы хотите подержать, можете почитать также преимущества, которые здесь даются, то есть вы можете сопортить, ну, скажем так, помогать за счет фан-токенов вашей футбольной команде, влиять на влияние на решение команд за всякие там голосования по поводу, какая музыка там будет играть на матчах и так далее, вот, онлочить фан-токены, чтобы выиграть специальные награды и привилегии, вот, ну и, соответственно, быть первым в коллекции NFT ваших любимых команд, вот, ну и, соответственно, получать опыт, который вы не можете купить за фан-токены, ну и Steam можете тоже почитать, но это больше для организаторов, вот, по поводу всех вот этих привилегий вы можете почитать отдельно, посмотреть тут видосик, я не вижу смысла, самую главную инфу я вам сказал, поэтому учитывайте, что лаунчпад у нас начинается через два дня, ну, через три дня, грубо говоря, будет он 21-го числа, это получается у нас в четверг, вот, поэтому будьте готовы, с утреца раньше встаньте и положите ваши токены, чтобы они были, самое главное, на спотовом кошельке, потому что они будут калькулировать именно оттуда, вот, а поэтому такие дела, всем удачи и всем бога. Надежный проект, в котором я зарабатываю по 6% прибыли в день, это miryeth.io, ссылка на проект в описании под роликом. Субтитры сделал DimaTorzok